Здравствуйте! В студии Дарья Самородова. Предлагаю вашему вниманию выпуск новостей. В начале коротко о сегодняшних темах. Сегодня представители Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей организовали День открытых дверей для предпринимателей и потребителей. Ямальские спортсмены готовятся покорять пьедестал всероссийских арктических игр. Спортсмены Школы Олимпийского резерва имени Ахатовой в Лабытнанге проводят последние тренировки. Стартовал конкурс грантов губернатора на создание молодежных пространств. Получить финансовую поддержку может любое учреждение сферы молодежной политики. На Ямале в минувшем году количество заболевших туберкулезом северян снизилось почти на 20%. Еще рано говорить о чемоданном настроении, но мы все же решили узнать у лабытнанцев, какие у них планы на отпуск. Сегодня представители Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей организовали День открытых дверей для предпринимателей и потребителей. И те, и другие могли высказать свои претензии, сообщить о фактах недуросовестного обслуживания или продажи некачественных товаров. Коммунальная проблема привела Анну Карплюк на прием задолго до его начала. Тема животрепещущая. Вообще должен ли быть дворник? Вот у меня такой вопрос. У нас вообще не чистится практически наша лестница общая на два подъезда. И обычно мои жалобы не доходят до мастера, кто должен быть ответственным. То есть большим трудом, повышая голос, выходя на эмоции, только можно что-то с места сдвинуть. Ну и даже если придет дворник, это не значит, что будет почищена пешеходная часть. По словам Анны, обращение в управляйку результата не принесли. Вот и решила обратиться к специалистам Роспотребнадзора. У нас есть департамент жирнадзора, который непосредственно контролирует работу управляющих компаний. Пишите им туда обращение, они обязаны провести непланную проверку. Представитель Роспотребнадзора готова была отвечать на все вопросы посетителей, разъяснять все права потребителей и изменения санитарно-эпидемиологического законодательства. Ведомство контролирует соблюдение всех норм. Например, недавно заблокировали сайт, торгующий запрещенным товаром и не только. Предприниматель продает просроченную продукцию, выводит из оборота. Один раз предостережение направили, второй раз предостережение направили. Смотрим, что он не реагирует в этой системе, дальше продолжаются нарушения. Мы выходим уже с иском в суд в защиту неопределенного круга лиц. И когда уже предприниматель получает вызов в суд, он уже потом начинает реагировать. Естественно, все исправляет и приходит уже в суд, говорит, ну я все, я исправил. Признаю ошибки, но я исправил. В Лабытнанге специалисты Роспотребнадзора в рамках акции «День открытых дверей» приезжают регулярно. Консультативная помощь бесплатная. Также им можно звонить по телефону или обращаться лично. Здесь можно отметить, наверное, почему настолько важна защита прав потребителей. Потому что эта сфера, она касается каждого. И все мы являемся потребителями. Когда говорим о правах потребителя, как правило, возникает вопрос, прежде всего, это, наверное, потребление товаров общего пользования, продуктов, питания. Но в то же время сюда же относятся еще и услуги. И да, все мы являемся потребителями услуг, в том числе жилищно-коммунальных услуг, услуг бытовых. А вот Иоанна Карплюк пришла сегодня на прием и узнала, как решить свою коммунальную проблему. Спасибо большое. Ирина Акобова, Сергей Антропов, информационное агентство Лабытнанге. Уже в эту субботу в Салихарде и Лабытнанге стартуют третьи всероссийские арктические игры. Соревнования продолжатся до 30 марта. Ямал представит команды в 15 видах спорта. В составе спортсмены из всех муниципалитетов округа. Сейчас ребята готовятся к предстоящим соревнованиям. Спортсмены школы Олимпийского резерва имени Ахатовой в Лабытнанге тоже готовятся к играм. Тяжело в учении, легко будет на арктической гонке. Юные биатлонисты на лыжной трассе себя не жалеют. Не делают снисхождения и на огневом рубеже. На лыжню ребята встают каждый день. Их тренировочный минимум 15 километров. Минута славы стоит нескольких лет тренировок. Поэтому они понимают, и я понимаю, что мы должны к этому стремиться и терпеть. И терпение труд, все перетрут. Биатлон – это сочетание лыжной гонки и стрельбы из винтовки. Перед главным арктическим забегом ребята тренируются комплексно. Евгений Поляков усилился на огневом рубеже. В состязательной программе после спринта нужно будет поразить цель. Первый – заезд в стойке, второй – в положении лежа. Кстати, беговая дистанция у юношей 3,5, у девушек – 3 километра. Не забываем про изготовочку. Во время лежки локоть уходит под винтовочку. На стоечке изготовку сделали, встали аккуратно. Заводим и плавно нажимаем на спуск. Волнения уже нету, просто настройки перед гонкой и все. Больше ничего не надо. В идеале, конечно, мы должны стрелять по нулям. Ну и бежать на максимум, чтобы на финише они пришли и вот просто упали. То есть, значит, они выдали всю свою силу. В стрелковом тире тренируются лучники. Мышцы рук и спины разминают специальной резинкой. Положение плеч, осанка, отклонения на градус могут отразиться на меткости стрелка, отмечает тренер. Если у нас наблюдается некоторый угол, то это меняет всю механику выстрела. Соответственно, это сильно отразится на мешании в дальнейшем, на попадании. Ксения Герасимова – молодая, подающая надежды спортсменка. Стрельбой из лука девушка занимается не больше года, но уже выполнила норматив мастера спорта. Завоевала победу в первенстве УРФО и стала лучше на международных соревнованиях. Ксюша реально оценивает свои возможности и силы. Ее цель – арктическое золото. Сегодня все силы направлены на технику стрельбы. Стараемся больше работать над удержанием и над положением при стрельбе. Представь себя честно, лук весит 4 килограмма. Сложно его удерживать на весу? Ну, мы не держим лук, просто в него упираемся. Но я уже привыкла. Уже в эту субботу в Лабытнанге съедутся лучшие спортсмены с северных регионов России. Побороться за медали прибудут и лучники из Красноярского края, Якутии и Республики Коми. Конкуренция высока. Спортивный азарт велик. Важный старт для нас, как для принимающей стороны. И у нас ребята, в принципе, нацелены, можно сказать, только на победу. С каждым годом вырастает уровень, то есть вырастает количество участников. И мы надеемся, что через пару лет уже будут прям крупные всероссийские соревнования. Это вон нам. Всероссийские арктические игры включают в себя 15 видов спорта. Начнутся с классического волейбола 24 марта. Информационное агентство Лабытнанге в этот день будет вести прямую трансляцию встречи команд Красноярского края и Ямала. Первые состязания пройдут в спорткомплексе «Полярный». Светлана Кирилл, Владимир Николаев, информационное агентство «Лабытнанге». Стартовал конкурс грантов губернатора на создание молодежных пространств. Получить финансовую поддержку может любое учреждение сферы молодежной политики. Участникам необходимо представить программу развития муниципальной организации на три года и визуализацию будущего пространства. Подача заявок продлится до 19 апреля на сайте ямолод.создает.рф. Главная цель конкурса – создание комфортных условий для профессиональной и творческой самореализации молодежи. Конкурс проходит третий год подряд. В рамках года детства на Ямале объявлено в округе губернатором Дмитрием Артюховым определено отдельное направление, по которому можно получить грантовую поддержку. Подростково-молодежные клубы в формате «Рядом с домом». Лучшие проекты смогут разделить 90 миллионов рублей. Максимальная сумма гранта – 45 миллионов рублей. На средства можно создать новое пространство, произвести ребрендинг существующего центра, сделать ремонт, приобрести новую мебель и необходимое оборудование. Благодаря грантам губернатора за время проведения конкурса уже 24 учреждения сферы молодежной политики стали лучше. По итогам, за прошлый год поддержку получили 11 муниципальных проектов. Лабытанги потратили сумму гранта на ремонт, покупку мебели и оборудования в артрезиденцию «Лампа». Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов является главой комиссии Госсовета по молодежной политике, модернизации и совершенствования инфраструктуры государственных и муниципальных учреждений по работе с молодежью – одно из приоритетных направлений стратегии развития российской молодежи до 2025 года. На Ямале в минувшем году количество заболевших туберкулезом северян снизилось почти на 20%. Если в 2022 году было зарегистрировано 130 вновь выявленных случаев туберкулеза, то в 2023 году уже 106. При этом показатель смертности на протяжении последних лет существенно ниже аналогичных показателей по России УРФО. Показатель охвата профилактическими осмотрами в целях выявления инфекции в 2023 составил 90%, при целевом показателе 73%. Это на 20% выше, чем в предыдущие годы. С 2020 года в округе внедрено качественное обследование групп риска по туберкулезу путем проведения пробы с диаскин-тестом. Цель – выявить латентную туберкулезную инфекцию и малые формы туберкулеза, что невозможно при массовом флюорографическом обследовании. По результатам проведения теста в 2023 году выявлено 1101 случай скрытой туберкулезной инфекции. Разработаны и внедрены мероприятия по психосоциальному сопровождению пациентов с туберкулезом для повышения их приверженности к лечению и снижению числа случаев прерывания курсов химиотерапии туберкулеза. В день борьбы с туберкулезом 24 марта в муниципалитетах округа пройдут бесплатные флюорографические обследования. На дворе весна, но у нас на Крайнем Севере теплые дни начинаются значительно позже. Сейчас многих северян греют мысли о предстоящем лете, когда наконец-то можно будет не надевать теплую верхнюю одежду и отправиться в долгожданную поездку. И хоть еще рано говорить о чемоданном настроении, мы все же решили узнать у лабытнанцев, какие у них планы на отпуск. Мы с семьей ездим на море, в Анапу, и там проводим часть лета, часть лета посвящаем спортивным мероприятиям. А каким? У нас дети занимаются фигурным катанием, хоккеем и плаванием, поэтому во второй половине лета это сборы. Поедем в отпуск куда-нибудь в сторону Челябинской области, возможно до юга доедем. Вот, но мы танцуем, поэтому для нас немаловажно фестивали танцевальные, поэтому будем искать какие по большим городам будут фестивали. Екатеринбург, Челябинск, Уфа. Я собираюсь ехать в отпуск там в Оренбург, чтобы там лето провести, ну и здесь провести. С друзьями будем на старте гулять или купаться где-нибудь. В Ашкирию я родом оттуда. Каждое лето ездите? Каждое лето ездите, да. А что делаете обычно в Ашкирии? Да ничего, деревня отдыхает. У нас и на космах идем. Белгород. Для начала навещу всех родственников, которые давно не видел. Ну а потом, не знаю, ночь на речь куда-то отдохнуть, на рыбалку. Сездить до бабушек в Казахстан, сездить в Омск на родину, отдохнуть там. Мы хотим свой день поехать в Сочи. Поездка однозначно, собираемся мы летом в Турцию, где-то в августе месяц. Ну так-то запланировано. Еще посмотрим, до августа еще далековато. Ну план-то есть, самый лучший отдых на море я так предпочитаю. В отпуск съездить. А куда? К тете в Краснодар. А еще куда? Там уже поеду от Краснодара, куда душа ляжет. Самый лучший отдых для вас это какой? Море, песок. Мы поедем в Тюмень. Также летом у меня экзамены сдавать буду. Никуда, на работу. И все. В этом году планирую остаться в городе и провести веселое лето тут. А веселое лето как вы проведете? У нас достаточно много нынче мест открыли, поэтому стоит посетить. Сейчас учеба, конец года все-таки. У меня летом планируются поездки в Китай, потому что уже моя сестра там побывала. И я тоже хочу побывать. Плюс там мой брат живет. Скорее всего домой, в родные края. Будем с родными, близкими. Все большее как-то. Таковых планов нету, увидеться с роднёй и все. А родные края это куда? Пермский край. Я поеду в Татарстан, в мой родной город, и в село к бабушке с дедушкой. Ну и еще хочу поехать на море, в Сочи. Ну и просто отдохнуть хорошо. Самый лучший отдых для тебя это какой? Ну отдых где-то в своем родном месте, где ты вырос. Там самый лучший отдых. На этом выпуск завершен. Всего доброго. До встречи в эфире и на страницах информационного агентства Лабытнанги. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова